всем привет меня зовут катя и вы на канале ароматик бабл получил я наконец-то свою четвертую долгожданную посылку из группы феникс у меня еще со старых посылочек есть недозалитые формы но я думаю что вы меня прекрасно поймете как чешутся руки и очень хочется открыть и посмотреть что же в этой посылке здесь у меня получаются последние дракончики то есть я взяла вообще все 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 драконы которые есть у лены я их дела на пробу посмотреть как и что так давайте посмотрим что у меня в этой посылочки пять последних форм давайте начнем вот этой вот лена как обычно положила шоколадку спасибо огромное это дракончик победы очень похож на дракончик лайк только он вот такой вот смотрите какой огромный этому дракону наверное мы посвятим отдельное видео следующий дракончик джентльмен покажу как он выглядит на картиночке вот такой вот на одном колене получается и с цветочками так что у нас по разрезам один разрез идет по спинке как раз а и по гребню очень удобно видите практически его не видно будет так вот такой вот горыныч я думаю что горыныч и сейчас есть у многих формоделов самое главное найти своего так вот так вот он выглядит смешной такой так и вот такая вот огромная огромная форма на этой форме уже два разреза лена в основном старается делать по одному разрезу чтобы меньше зачищать вот но на этой форме все-таки мыло получается большое не знаю пока сколько вес будем потом заливать смотреть так это у нас дракончик хвостик такой прямо милаха мне кажется вот компаньоны будут хвостик и джентльмен то есть из этой можно девочку сделать ну а здесь уж мальчик это уже явно так один разрез по спинке нет не по спинке до по спинке по спинке правильно вот такой вот все элементы хорошо доступные мне кажется вообще не будет проблем заливкой очень крупный получается гребень вот тоже должен хорошо проливаться вот и вот этот вот почему-то дракончика зовут тоша но мне кажется что это девочка смотрите какие глазки прямо вот вылитая девочка пускай будет тоже тоже девочка не знаю девочек так зовут или не зовут а кстати это не горыныч это трехголовый называется но будет как по нашему это горыныч так и вот смотрим о какой смотрите какая чешуя здесь интересная вот давайте наверное сегодня мы остановимся на этом дракончики вот а всем остальным возможно буду кого-то компоновать вот например как этих я наверное буду вместе заливать вот и потом чуть попозже до залью оставшиеся формы которые я еще не отработала обязательно я их вам тоже покажу этого дракончика я хочу залить с мраморной обливкой только не с классической как мы привыкли да когда мраморная обливка она светлее чем основной цвет изделия а мы сделаем обратную то есть у нас обливка будет темнее чем сам дракончик для того чтобы сделать обливку я подготовила прозрачную и белую основу эту основу я буду окрашивать пигментом карамель и сюда добавлю немножечко черного так чтобы сделать ее более темной и основной цвет моего дракончика будет зеленый для этого в чисто белую основу я добавлю пигмент лайм и немножко карамели также для того чтобы придать какой-то красивый такой вот зеленый оттенок я добавлю пигмент малахит одушку буду использовать российскую апельсины манго очень ее люблю как она звучит именно в мыли вот такой получается у меня цвет основы то есть она такая полу полупрозрачная или замутненная добавляем сюда карамель так и немножечко замутнем вот как раз получается такой болотный коричневый оттенок и как бы под стать ему да то есть в компанию к нему я сделаю почти такой же зеленый добавляем одушку хорошо сбрызгиваем форму спиртом так как чешуек много и мне нужно чтобы основа хорошо распределялась выливаем форму здесь наверное вес мыло получается около 100 грамм прям такое большое выливаем лишнее но не до конца вот так вот ополаскиваю и оставляю так чтобы коричневая основа стекла у меня на мордочку так подожму с разных сторон так коричневый цвет у меня застыл теперь можно перевернуть форму посмотрите все чешуйки у меня теперь будут коричневые передние лапки коричневые и немножко животик теперь самое главное чтобы вот это вот основа которая будет основным цветом не была слишком горячая иначе она растопит нам все вот эти вот красивые чешуйки так начинаем сюда добавляем цвет лайм и карамель они в принципе очень похожи друг друга добавляют дополняют и сюда вот я немножко буквально несколько капель капну малахит вот такой у меня получается цвет также сюда добавляем одушку пока я замешивала цвет у меня слегка остыла уже основа и ее можно наливать наливаю до половины форму ополаскиваю и доливаю до конца да здесь мыло получается где-то около 95 грамм потому что стаканчики у меня было 100 грамм основы вот тут немножко осталось ждем полного застывания мыло мое застыло давайте будем доставать и посмотрим на на готовый результат вот такой смешной получается дракончик теперь мне понадобится перламутр любой какой-нибудь коричневого цвета это может быть античная бронза или вообще бронзовый коричневый какой найдете у меня вот есть такой вот оттенок он немножко зеленоватой и также мне понадобится мягкая кисточка и теперь мне необходимо этим этим перламутром пройтись по коричневому цвету и в завершении давайте нарисуем ему глазки я буду использовать акриловой в краске у меня фирма гамма и тоненькую кисточку сначала я нанесу основной цвет а для того чтобы нарисовать зрачок я буду использовать черную краску и вот такой дракончик у меня получается и давайте попробуем его поставить в купол все отлично помещается для того чтобы мыло закрепить можно использовать специальную кнопку для мыла на сегодня у меня все большое спасибо что посмотрели это видео я с вами прощаюсь до новых встреч а